Потому что глядя на эту всю пляску, патриотические или ура патриотические пляски с Депардье вокруг Депардье, самого Депардье по поводу того, как он любит Россию, складывается впечатление, что это самый главный патриот. А мы все остальные граждане страны, вообще даже подметки ему не годимся, со своим или патриотизмом, или непатриотизмом, или критическим отношением к стране, например, к власти, к нашей действительности. Человек, который сбежал из страны, из своей собственной страны, далеко не из каких-то высших, высоких побуждений, я, собственно, это не скрывал, все было связано с тем, что у него хотели отобрать какие-то деньги, и на почве того, что у него хотели отобрать деньги, он воспалил большой любовью к России. Но все это, согласитесь, это все как-то не укладывается в эту красивую сейчас патетическую историю, которую пытаются вокруг Депардье разыграть уже наши пиарщики. И потом, конечно, та жизнь, которая живет в Депардье, она совершенно не имеет ничего общего с той жизнью, которой живет, собственно говоря, весь остальной наш народ. Он не знает ни России, ни проблем России, судя по тому, что он вообще говорит в своих интервью. То есть он живет в кино, он живет в сказке. Для него это очередное приключение, очередная какая-то кино, киноистория его вот такого пришествия в Россию. К нашей обычной жизни, к нашей действительности, к нашим проблемам все это не имеет никакого отношения. Поэтому это такие вот игры, игры патриотов был такой фильм, да, на каком-то вот таком вот высшем вот этом вот уровне, которое не имеет никакого отношения к реальностям нашей жизни. Спасибо.